давайте откроем нашу сферу так вот вытянем ее включим edit и make polymesh все стандартно теперь включим fur вот эту и посмотрим как она у нас куда смотрит как это все теперь пометить открываем transform активация симметрии и радиал включим так нет вот мы ее нашли вот она если этого не сделать вы можете чуть в бок уйти там еще что то и у вас уже глаз нечем будет делать в принципе будет все криво косо так что мы сделаем сначала давайте поставим меньше интенсивность и поменьше так drag size вот так вот здесь будет глазное яблоко давайте у кого не включено отключим это simple spotline projection чтобы он рисовал и вот у нас будет вот такой наметим глаз добавим дивайдов чтобы глаз лучше получился ничего что он будет с большими полигонами потом можно будет это все понизить но качество будет лучше вот мы наметили вот он есть у нас глазное яблоко уже и теперь что мы делаем отключим симметрию и поработаем с маскированием кстати рассмотрим маскирование за раз так как жмем control нажимаем на браш и выбираем вот этот круглый и ставим вот чтобы кружок стояла на вытягиваем левой кнопкой мыши находим нашу вот это вот где мы наметили и подгоняем ее все вот здесь будет у нас глазное яблоко давайте еще по симметрии проверим так чуть-чуть ушли вверх давайте еще раз повторим отключим симметрию и вот так вот задержкой shift можно ее так вот подогнать вот когда мы наметили с другой стороны тоже отмечается вот такая штука зеркалка и давайте просто уберем нажмем control alt и вот так вы очистим чтобы ее сзади не было теперь все это выравниваем shift и левой кнопкой мыши и теперь давайте control и и вот это все инвертируем вглубь нажмем деформацию нажмем size и по всем осям чуть-чуть вот так уведем его в бок так все вот мы уменьшили теперь снимаем маску на пустом месте проводим и бросаем так теперь мы давайте это все дело чуть выгладим shift и левая кнопка мыши вот так все это сделаем поглажем и теперь еще раз повторим такую же операцию вот теперь наметим центр наш зрачок поймаем его и вот так вот оставим теперь жмем control и и теперь давайте опять сайзом вглубь чуть-чуть введем вот так вот снимаем опять выделение вот что-то на глаз уже похоже весь смысл в чем что это просто глаз мы делаем визуальный если вы будете копировать то вот это вот глазница зрачок он чуть-чуть выпухлый получается вот где-то вот так вот выпирает ну будем делать пока так что нам теперь нужно приблизить его давайте еще немножко так вот края слегка отгладим и теперь вот нам понадобится именно активация симметрии все выставлено радиалов можно побольше поставить так теперь нам нужны вот эти вот полосы в зрачке пользовать конечно вот скаченные уже готовые и с них что-то делать сейчас я покажу как и также можно скачать сам глаз вот такой 3d глаз этого в интернете вы вводите там есть карии зеленые там всякие голубые глаза вот именно лицевую часть вот такую скачиваете сейчас объясню для чего нам это надо можем мы нажать альфу и загрузить вот именно вот это векторный рисунок вот мы его установили сейчас отключим симметрию и поставим так на маскирование поставим вот эту поставим квадрат проект и вот сюда вот поставим нашу альфу для чего это делается чтобы вот так его нанести вот где-то вот так мы наносим и для чего нам это нужно теперь мы можем все это контрол и нажать инвертировать и вот так вот с помощью сайза что-то сделать вот такое можно выпукло сделать можно как вам удобно и давайте посмотрим что получилось вот такое у нас получилось все это можно потом чуть-чуть смягчить вот так вот и что-то вот в таком духе будет получаться можно это все самому нарисовать рисуем мы с помощью вот как раз функции симметрия вот так вот нажимаем ставим или больше радиалов или меньше уменьшаем интенсивность до двух и драк сайз сейчас посмотрим подгоним как побольше поставим интенсивности и вот так вот уменьшим дров сайз можно нарисовать именно вот этот наш зрачок использовать можно также засад углубление сделать драк сайз поменьше интенсивность побольше и вот так вот сделать что-то вроде глаза вот что-то такое у нас будет получаться можем приблизить и добавить еще дивайдов вот здесь вот так вот чуть-чуть сделать падены и вот здесь чуть побольше кое-где по прорезать виляя не ровно а вот именно из вилкой вот что-то такое у нас получается и теперь что можно сделать давайте поработаем маскированием нажмем control так переключил отключим нашу альфу и поставим вот эту и попробуем как это все вот так это все рисуется вот так можно и поменьше сделать и теперь что мы сделаем прибавим драк сайз и вот так вот ее глаз замаскируем так теперь можно вот так вот еще дорисовать кое-где можно вот дорисовать вот такие вот вещи вот так вот ну и тут можно тоже чуть-чуть вот так вот что-то такое домолевать давайте теперь попробуем инвертировать и попробуем сайзом вот это многовато вот что-то вот так вот можно сделать вот такое получается вроде неплохо и теперь добавить можно вены вот так вот чуть-чуть их по нарисовать ну что-то вот в таком духе не козисто но пойдет и теперь их вот так вот можно чуть прибавить чуть углубить вот такой что-то глаз напоминает и пройтись теперь сглаживанием вот так что-то в таком духе здесь возможно многовато сделал ну принцип понятен так теперь что мы делаем давайте теперь выровняем наш глаз вот так вот и поработаем с текстурой это вот теперь нам понадобится вторая текстура именно уже раскрашенного глаза вот этого вот так мы его включим уменьшим подгоним и вот этой клавиши уменьшим прозрачность чтобы посмотреть как мы попадаем именно на наш глаз так еще можно уменьшить его смотрите по зрачку чтобы зрачок приблизительно попал так это что у нас выходит вот так вот и теперь назад вернем нашу четкость яркость z убирает теперь включим rgb отключим альфу отключим зад так отключим симметрию и попробуем порисовать это все ctrl z так что то вот такое у нас получилось давайте переключимся на другую более менее подходящую подходящий материал вот что то такое у нас получается и теперь мы можем поработать с чем теперь можем зайти в маскинг нажать mask be color и нажать mask be intensive так теперь можем отключить раскраску и теперь давайте поработаем опять с деформацией включаем деформацию и опять можно сайзом вот так что то можно сделать вот таким образом можем вот так вот уменьшить зрачок будет больше или прибавить зрачок будет вот так поменьше так теперь же можно работать сквиз сквизом вот этим ничего что там где то дальше приминается это без разницы вот так вот может получиться у нас глаз потом можем его вытянуть подогнать это кому как понравится снимаем маску заходим в саптулы нажимаем опять раскраску нашу так и теперь можем красить жмем c вот так все это можем раскрасить все по прошлым урокам вены опять же можно не вырисовывать вот так не продавливать а можно просто потом нарисовать красной краской наметить их просто и вот вот такой глаз у нас получается сейчас мы еще вот это уберем вот такой глаз можно сейчас вот поверх потом замаскировать какие-то части и увести в бок там чуть вытянуть это вы уже сами будете смотреть ну в принципе вот так вот будет выглядеть глаз для робота для человека там уже доработаете как то может по своему сделаете так ну че давайте теперь вставим этот глаз в модель жмем дубликат переключаемся на него и жмем импорт загрузим нашу модель маркс так и теперь давайте глаз чуть уменьшим зайдем в деформацию нажимаем нажимаем сайс еще раз сайс и вот так вот теперь нажмем прозрачность и поработаем ротацией так не по z попробуем по y так и теперь по x чуть-чуть так и теперь можно mov включить и вот так вот его подогнать если у вас модель симметричная то нажимаете mirror and well и у вас два глаза становятся как положено так немножко она конечно долговато это делаем так давайте переключимся теперь на основную модель так как у нее глаза леплены и надо их убрать нажимаем нажимаем уменьшаем дров сайс интенсивность и вот так вот можно чуть-чуть тут подкорректировать переключимся на глину вот такое что-то получается вот такое что-то получается еще можно его уменьшить и подогнать вот так вот раз и чуть-чуть ротации можно вот так вот изменить дров сайс уже делаются веки в следующем уроке покажу как веки делать или можно просто потом вот так вот так пардон или можно их вот так потом долепить это не проблема короче принцип понятен давайте теперь посмотрим как они вставлены вот так вот выглядят глаза их также здесь можно будет подкорректировать уже мов включить где-то приподнять вот вы видите что глаз отдельно сапту он не двигается и можно уже спокойно работать у модели уже появляется другой вид вот уже более такой настоящий глаз всё, всем пока, до свидания вот сюда и вот 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 Продолжение следует...